Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 сентября. Житие преподобного Отца нашего Савватия, Соловецкого чудотворца. Во дни благочестивых князей Василия Васильевича Владимирского и Московского и Сеаруси, Бориса Александровича Тверского и Фезора Олеговича Рязанского, и при Всероссийском митрополите Фотии, и при Велико-Новгородском и Псковском архиепископе Ефимии по прозванию Бродатом, в числе братьев Белоязерского Кириллова монастыря подвигами поста подвизался работа и день, и ночь Господу, достохвальный старец Саватий. Кирилл и Белоязерский монастырь, это в городе Кирилл и Новгородской губернии, митрополит Фотий, родом грек, занимал кафедру после святого Киприяна, умер в 1406 году. Благочестивый подвижник умерщвлял свое тело молитвой, неослабным бдением, алчбой и жаждою, и всякого рода другими неисчислимыми трудами строгого и иноческого жития, неленостно проходя все монастырские службы, в постоянном послушании игумену и монастырской братье. За неуклонное исполнение монашеских обетов преподобный Саватий был любим и почитаем всеми, является образцом добродетельной и трудолюбивой жизни для прочих братьев монастыря, так что имя его постоянно прославлялось иноками. Но твердо памятуя, что не от людей, а от Бога следует искать похвалы здешней земной жизни, преподобный Тикадил сяготился воздаваемой ему славою, и потому непрестанно помышлял об удалении из Кириллова монастыря, и о нахождении нового места для своих монашеских подвигов, где можно было бы проживать в безвестности и уединении от людей. Услыхав о том, что в Новгородской же области находится озеро Нево, а на нем остров, называемый Валаам, где находится монастырь во имя преображения Господней, иноке которого пребывает строгий в подвигах, день и ночь благоугождая Богу и питаясь трудами рук своих, преподобный Саватий стал просить игумена и братья Кириллова Белоизерского монастыря о том, чтобы его с благословением отпустили в монастырь в Алаамске на жительство. С благословением отпущенный ими преподобный пришел на остров Валаам, где и был радостно принят брать ее в монастыря. Подражая многотрудным подвигам тамошних иноков и постоянно умножая свои труды, преподобный Саватий и здесь, как и в монастыре Кирилловском, превзошел всех в подвижничестве, так что его добродетельная жизнь стала всем известна и здесь, ибо он до крайних пределов истощал свою плоть и уже при жизни явился жилищем Святого Духа. В новом месте своего пребывания в монастыре в Алаамском, так же, как и в монастыре Кирилловом, преподобный Саватий был почитаем и хвалим, посему преподобный стал опять жестоко скорбеть, пяготясь почитанием и похвалами братьев, и вновь помышлять об отыскании безмолвного и уединенного места для своих подвигов. Ранее же преподобный слыхал о пустынном и безлюдном Соловецком острове, лежащем среди холодных вод Белого моря, на расстоянии двухдневного плавания от материка, слушая рассказы о неприступном и пустынном острове, преподобный радовался духом и объят был горячим желанием поселиться на Соловецком острове для подвигов безмолвия. Он стал усердно просить настоятеля Валаамского монастыря отпустить его. Настоятель же с братьей, любя преподобного и почитая в нем Божия посланника, и не желая лишиться столь достохвального сожителя, являвшегося для всех образцом добродетели, стали умолять преподобного старца, не оставлять их, и усердными прошениями не пускали его от себя. Исходя на просьбы Валаамских иноков, преподобный прожил в их монастыре еще некоторое время, а потом, помолившись Богу и положившись на святую его помощь, тайно, ночью, ушел из монастыря, никем не замеченный. Наставляемый Богом, он направился к Соловецкому острову. Придя к морю, преподобный встретил жителей, населявших морской берег против Соловецкого острова, и стал их расспрашивать об острове. Они сообщили преподобному, что Соловецкий остров далеко отстоит от берега, путь к нему затрудителен и неудобен. Плаватель же достигает до острова лишь через двое суток плаваний, при том, при тихой погоде. Расспросив наиболее подробно об острове, преподобный Соловецк пришел к мысли, что это удобнейшее место для подвигов безмолвия и иноческого уединения. Он узнал, что в окружности остров имеет около ста верст. В нем находится годная для питья пресная вода, рыбные озера, горы, непроходимые части и бары, и удобное для человеческого жития угодие. Не заселен же остров по причине крайне неудобного сообщения его с берегом. Многие, желавшие неоднократно там поселиться, не могли осуществить своего желания из-за страха перед морскими невзгодами. Иногда лишь в хорошую погоду к острову подъезжает на лодках с берега рыболовы, но по окончании ловли они немедленно возвращаются на материк. Выслушав все это от прибрежных жителей, преподобный Саватий возгорелся пламенным желанием поселиться на Соловецком острове. Узнав об этом намерении блаженного, поморяне отклоняли его от этой мысли, говоря, «О, старте, чем ты будешь питаться на острове, будучи в столь преклонном возрасте и ничего не имея? И как ты будешь один жить в столь дальнем от людей расстоянии, когда ты уже не в силах ничего сам для себя сделать?» Преподобный им отвечал, «Я, чадо, такого имею, владыку, которая природу старика делает юною, равно как и младенца возвращает до лет преклонной старости. Он может обогащать бедных, давать потребное нищим и малую пищу и досыта насыщать алчущих, подобно тому, как некогда в пустыне насытил он пять тысяч человек питью хлебами». Услышав от старца речи от священных книг, одни из поморян удивлялись его разуму, а другие по своему неразуму и насмехались. Между тем преподобный возвернул на Господа печаль свою и удалился на реку Выгу, где встретил инока Германа, жившего там при часовне. Преподобный Савати некоторое время прожил у Германа. От него он узнал о Соловецком острове то же самое, что и от поморян. Посоветовавшись между собой и положившись на Бога, оба подвижника решились идти и вместе поселиться на Соловецком острове. Устроив лодку и захватив с собой немного пищи и одежды, а также и орудия для необходимых работ, они усердно помолились Богу и, возложивши на Него все свое упование, сели в лодку и при тихой погоде начали плавание. С Божьей помощью они благополучно переплыли море и, радуясь и веселясь душой, возблагодарили Бога, указавшего им сие пустынное место. Удалившись на некоторое расстояние вглубь острова, преподобные иноки увидели на берегу озера весьма красивую местность, где и решили остановиться для постоянного жительства. Здесь они водрузили крест, построили келью и начали жить для Господа, пребывая в трудах и добывая себе постническую пищу в поте лица. Преподобные руками работали, а устами словословили Господа, приближаясь к нему духом, путем непрестанной молитвы и пения псалмов Давидовых. По прошествии некоторого времени поморяне, жившие в ближайшем к острову расстоянии, стали завидовать поселившимся на острове преподобным старцам и говорить между собою, «Мы ближайшие соседи острова, как бы владельцы его, будучи природными жителями земли Карельской, и посему нам, а после нас детям нашим, из рода в род надлежит иметь участие во владении островом». Спустя некоторое время один рыбак, по совету своих друзей, пришел с женой и со всем своим семейством на тот остров и поселился недалеко от кельи богоугодных старцев. Живя здесь, он начал со своими домашними ловить в озерах рыбу. Блаженные же отцы, заботясь о своем спасении, пребывали в безмолвии, занимаясь обычными делами. В один из воскресных дней ранним утром, после совершения обычного правила, преподобный из совати, взяв кодильницу, вышел из кельи покодить святой крест, который он водрузил при самом начале поселения на острове. В это время он услыхал удары и вопли, как бы от наносимых кому-то побоев. Преподобный ужаснулся того вопля и, предположив, что это лишь мечтание, оградил себя крестным знаменем, возвратился к келью и о слышанных ударах и воплях рассказал жившему с ним блаженному Герману. Выйдя из кельи и, услышав то же самое, преподобный Герман пошел на крик и, встретя плачущую женщину, спросил ее, что с ней, от чего она плачет. Со слезами женщина рассказала о случившемся с нею. Когда я шла на озеро к моему мужу, говорила она, меня встретили какие-то два светозарных юноши и, схвативши меня, сильно били прутьями, говоря, уйдите с сего места. Вы недостойны здесь жить, потому что Бог назначил это место для пребывания иноков. После ударов светозарные юноши стали невидимы. Блаженный Герман, возвратившись к преподобному старцу Савватию, рассказал последним услышанной от жены рыбака, и оба они прославили Бога. А рыбак, захватив с собой жену и пожитки, без замедления отплыл в селение, где жил прежде. И с тех пор никто уже не дерзал селиться на Соловецком острове с семьей. И только рыбаки время от времени приезжали на остров для рыбного промысла. По прошествии нескольких лет блаженный Герман удалился на реку Онегу, а преподобный Савватий с глубокой верой в Бога остался на острове один. Един только всеведущий, свыше на своего угодника, презиравший Господь, и святые его ангелы, посещавшие Савватия, раба Божия, во плоти, подражавшего бесплотным, знали, каково было его пребывание на острове, каков пост, каковы духовные подвиги. Нам же можно судить о трудах и лишениях подвижнической жизни преподобного по самому свойству природы того места, на котором он поселился. У преподобного старца, одиноко пребывавшего на отдаленном, никем не посещаемом морском острове, не могло быть другого дела, кроме упражнения в постоянных подвигах богомыслия. И действительно, углубляясь умом в постоянную молитвенную беседу с Богом, и к нему обращая полные слез очи, преподобный воздыхал день и ночь, желая отрешиться от тела и соединиться с Господом. Почувствовав глубокой старости после богоугодных трудов приближения смерти, преподобный Савватий стал помышлять о том, как бы ему сподобится причащение божественных тайн. Помолившись о том Богу, он сел в небольшой челнок, и после того, как по его молитве море утихло, переплыл в течение двух суток на другой берег моря. Достигнув берега, он пошел по суше, желая достигнуть находившегося на реке Выги молитвенного храма. Случилось, что в то время на Выги замедлил прибывший сюда с целью посещения проживавших там христиан некий игумен Нафанаил. Идя ранее намеченным путем, преподобный по божественному промышлению встретил игумена Нафанаила, шедшего с божественными тайнами в одну отдаленную деревню причастить больного. После обычного иноческого приветствия встретившиеся путники разговорились между собою, и узнавши, что кто они такие, были рады друг другу. Преподобный Савватий радовался, что нашел то, чего искал, а игумен Нафанаил был рад тому, что сподобился видеть честные седины, и святоподобное лицо преподобного Савватия, о добродетельной жизни которого он много слышал. И сказал блаженный Савватий Нафанаилу, «Отче, умоляю твою святость, данную тебе от Бога властью, разрешать отпусти мне грехи, кои я стану тебе исповедовать, и удостоя меня причащения святых тайн при чистого тела и крови Христа, владыки моего. Уже много лет я пламенею желанием напитать мою душу, сею божественной пищей. Итак, святый отец, напитай меня ныне, ибо Христос Бог мой показал мне твое боголюбие для того, чтобы ты очистил меня от грехов, которые я от юности до сего дня садила, словом, делом и помышлением». «Бог да простить тебя, брат», отвечал игумен Нафанаил, и, помолчав, поднял руки к небу и со слезами произнес, «О, если бы мне для очищения моего нерадения иметь твои грехи, преподобный!» Святой Саватий сказал Нафанаилу, «Умоляю твою святыню, чтобы ты немедленно сподобил меня божественного причащения, так как приближается конец жизни моей». Игумен отвечал, «Господин мой, отец Саватий, ступай теперь к молительному храму и там подожди меня, я иду к больному и скоро возвращусь к твоему преподобию, рано утром я приду к тебе». На это Святой Саватий сказал, «Отче, не откладывай до утра, ведь мы не знаем того, будем ли сегодня дышать воздухом, а тем более, как мы можем знать о том, что случится потом». Святой Саватий говорил это, предвозвещая свою скорую кончину. Видя в Саватий угодника Божий, игумен Нафанаил не осмелился более противоречить ему, но, исполняя его желание, по совершении исповеди причастил его божественных христовых тайн и, преподав братское лапзание, сказал, «Раб Божий, умоляю тебя, подожди меня на выйге при молитийном храме». Святой согласился ожидать там игумена. Последний пошел к больному, а преподобный Саватий, к названному храму, где воздавший благодарение Богу за получение причащения и засеяв к нему благодеяния, вошел в бывшую при храме келью и, затворившись в ней, приуготовлял свою блаженную душу, дабы придать ее в руки Божии. В то время один купец из великого Новгорода по имени Яан, плывя по реке Выги со своими товарами, пристал к стоявшему на берегу молитвенному храму. Вышедший из своего судна на берег, он поклонился в храме святым иконам и, войдя в келью к преподобному Саватию, получил от него благословение. Преподав благословение, святой Саватий поучал купца от Божественного Писания, наставляя его на добрые дела. Купец был очень богат и желал вознаградить святого всем необходимым из своих товаров. Святой же, не желая ничего брать, от купца говорил, «Если ты желаешь творить милостыню, то у тебя есть нуждающиеся, а я не нуждаюсь ни в чем». После этого преподобный поучал Иоанна о нищелюбии, милосердии и о прочих добродетелях. Купец был опечален тем, что старец ничего не взял у него. Желая утешить его, преподобный сказал, «Чадо Иоанн, ночуй здесь за утро, и ты узришь, благодать Божия и благополучно уйдешь своей дорогой». Но Иоанн желал отплыть оттуда. И вот произошло внезапное землетрясение, и началось волнение на реке и на море. Увидавши внезапную перемену погоды и сильное волнение воды, Иоанн ужаснулся и остался ночевать там. С наступлением утра Иоанн пришел в келью, желая перед отходом в путь свой, так как волнение уже утихло, получить от преподобного соватье благословение. Постучавшись с молитвой в двери кельи преподобного, он не получил ответа. После того, как он постучался второй, третий раз, дверь открылась, и, войдя внутрь кельи, Иоанн увидал святого сидящим в мантии и куколе и стоящую около него кадильницу. И сказал купец преподобному, «Прости меня, раб Божий, за то, что я, питая любовь и веру к Твоей святости, осмелился войти к Тебе. Молю Твое преподобие, напутствуй меня на дорогу Твоим благословением, чтобы мне, охраняемому Твоими святыми молитвами, благополучно путешествовать». Когда Иоанн говорил это, в ответ не было ни гласа, ни послушания, потому что святая душа преподобного отошла уже к Господу. И в то время по всей келье распространялось сильное благоухание. Увидев, что преподобный ничего ему не отвечает и подумал, что он спит, Иоанн подошел к нему и коснулся его рукою, но увидев, что он скончался, о Господе ужаснулся и вместе с тем умилился и спустил теплые из очей слезы. В то время возвращался от больного игумен Нафанаил. Он вошел в келье и, увидев, что святой приставился, горько плакал и лобызал его честное тело. Игумен и купец рассказывали друг другу о преподобном. Первый, как он сподобился вчера преподать угоднику Божию божественные тайны, а второй, как удостоился насладиться полезной для души беседой с преподобным. После надгробных песнопений они похоронили святое тело преподобного, отдавший землю земле. Скончался преподобный Савафиев в 27-й день сентября месяца в 1425 году. В этот день и память его почитается во славу Бога и Троице славимого Отца и Сына и Святого Духа. Ему же честь и поклонение вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok